Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Савант Инжиниринг подписали меморандум о взаимопонимании. Мощность нового производства составит 60 тысяч тонн эмульсионного ПВХ в год. По словам гендиректора БСК Эдуарда Давыдова, до 2022 года 70% этого продукта импортировалось. Выпуск же полимеров в стерильтомайке позволит заполнить образовавшуюся нишу. В настоящее время в компании Савант Инжиниринг уже приступили к проектированию нового производства, выбору лицензиара и подготовке всей проектно-сметной документации с прохождением государственной экологической экспертизы. Объем инвестиций в проект стороны не раскрывают, но в 2022 году он оценивался в 28 миллиардов рублей. Тогда планировало запустить производство мощностью 50 тысяч тонн эмульсионного ПВХ в год. Инвестпроект будет реализован в рамках программы развития БСК. До 2030 года предприятие включило его в число приоритетных. Совместную лабораторию создадут Уфимский нефтяной университет и его азиатский партнер – Леонинский нефтяной химический технологический университет. Соответствующее соглашение стороны подписали во время посещения китайского вуза башкирской делегации. Основным вопросом переговоров стало развитие совместной образовательной программы бакалавриата по направлению электроэнергетика и электротехника. Она реализуется с 2020 года. На сегодняшний день по ней обучаются 178 студентов из Китая. Теперь программу двух дипломов намерено распространить и на направлении нефтегазовое дело и химическая технология. И не просто договорились о реализации программ двух дипломов, но и создание совместных так называемых сетевых зеркальных научно-исследовательских центров. Дело в том, что предполагается реализация программ магистрской и аспирантской подготовки по направлениям нефтегазовое дело и химическая технология в несколько необычном формате. Будут закрепляться научные руководители как страны Уфимского нефтяного университета, так страны Леонидского нефтехимического университета. Для успешной реализации данного проекта, безусловно, нужны такие совместные исследовательские лаборатории, о чем мы и договорились во время этого визита. Леонидский университет – давний партнер УГНТУ. Их взаимодействие началось 30 лет назад. Нынешний визит башкирской делегации продлился 4 дня. Гости ознакомились с обновленным кампусом китайского вуза. Он включает многочисленные учебные корпуса, современные общежития, обширный спортивный комплекс. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.